Иван и Софья вместе с 2012-го поженились спустя 5 лет, а в марте у них появился долгожданный сын Максим. Он уже сам переворачивается, умеет плавать и даже нырять. А ползать его учит Мейн-Кун Шервуд. Крик Ваня, Максим перевернулся, Ваня Максим еще что-то начал делать. Когда малыш начал общаться своими звуками, жестами, то очень душевно, можно сказать. Когда губернатор Александр Мор объявил, что с 1 января 2020-го вводится региональный мат-капитал на первенца, семья Баяновых уже была в ожидании сына. Обрадовались и сразу решили, на что потратят положенные 150 тысяч рублей. Решили, что мы сделаем ремонт в детской, запланировали. Вот мы, собственно, сделали здесь ремонт. Потом малыши, они очень чувствительны к влажности, температуре воздуха. Поэтому одна из первых покупок, которую мы запланировали на мат-капитал, это был увлажнитель воздуха, мойка воздуха специальная. А еще установили кондиционер и оплатили Максиму курс массажа и занятия в бассейне. Кто это? Кто это такой красивый? А этой малышке Юле скоро 4 месяца. И мат-капитал помог ее родителям купить автомобиль. Получить деньги оказалось легко. Достаточно подать заявку через госуслуги или МФЦ. Нам со защиты позвонили и сказали, что Тория Дмитриевна, что вы неправильно оформили. Ставили заявление. И вот мы буквально предоставили еще документы, скан отправила и все. И нам пришло сообщение, что ждать выплату в течение 30 дней. И вот, и буквально мы где-то в апреле, в конце апреля с документами типа дали. И 8 мая мы уже получили, нам пришли деньги. Причем за полученные деньги не нужно отчитываться. 150 тысяч рублей просто зачисляют на счет получателя. Региональный мат-капитал предоставляется семьям, которые проживают на территории Тюменской области не менее 5 лет. Однако это правило не касается студенческих семей. Молодым родителям необходимо проживать в Тюменской области на момент рождения первого ребенка. И находиться на очном обучении в государственной организации. Всего с начала года в Тюменской области региональный мат-капитал получили более 1600 семей. Общая сумма почти 250 миллионов рублей. Елена Старых, Сергей Кондаков, Тюменская служба новостей.